История создания бизнеса Тяньши История седьмая Продать Мерседес, чтобы выдать зарплату В самые тяжелые в финансовом плане времена, когда компания Тяньши задыхалась в сетях кредитных обязательств, чтобы продолжать развивать свой бизнес великого здоровья и сохранить деловую репутацию компании, господин Лидзинь Юань постоянно занимался поиском финансирования, договаривался о новых займах, образно говоря, брал кирпич из западной стены для ремонта восточной. Но финансовая кабала была слишком тяжелой, и денег, которые господин Лидзинь Юань добывал с таким трудом, все равно постоянно не хватало. В начале 1995 года, перед наступлением китайского Нового года, традиционного праздника весны, в компании оказалось нечем выплатить зарплату рабочим. Господин Лидзинь Юань очень хотел, чтобы рабочие радостно встретили Новый год, и для того, чтобы выплатить зарплату, пошел на беспрецедентный шаг. Решил продать свой любимый Мерседес. Некоторые из партнеров были так тронуты заботой, что заплакали, когда услышали эту новость. Они даже говорили, что могут подождать, как-нибудь обойдутся. Господин Лидзинь Юань был очень растроган их преданностью, и ответил им так. У всех вас есть семьи, есть своя ответственность. Как же обойтись без зарплаты? Как хозяин предприятия, во что я превращусь, если поступлю так? Я твердо решил сегодня продать машину и выдать всем зарплату. Но я искренне верю, что очень быстро смогу ее выкупить обратно. Когда компания выпутается из долгов и появится прибыль, я сначала поменяю автобус, который возит всех на работу, а потом выкуплю свой Мерседес. А еще мы должны всем нуждающимся купить жилье. Эти слова были сказаны господином Лидзинь Юанем так мощно и убедительно. Они как колокол зазвенели в сердцах людей. В один момент души партнеров наполнились энтузиазмом и стремлением к борьбе до победы. Мерседес был продан, и люди смогли получить зарплату и порадовать свои семьи к празднику весны. А для обслуживания рабочих нужд компании был куплен небольшой автомобильчик марки «Ксиали». 3 августа 1995 года в результате настойчивости и упорства, которые проявил господин Лидзинь Юань, торгово-промышленное управление города Тяньцзиня выдало компании «Бяо Цзинь Фа», учрежденной на инвестиции корпорации «Тяньши», патент на право ведения хозяйственной деятельности, разрешавший заниматься прямыми продажами. С этого дня дела компании стремительно пошли в гору. Первое, что сделал господин Лидзинь Юань после того, как у него появилась стабильная прибыль, выполнил свое обещание. Он купил для сотрудников современный большой автобус с кондиционером и видеомагнитофоном. И только после этого купил себе новый «Мерседес». А уже в 1998 году господин Лидзинь Юань выделил средства на покупку трех жилых зданий в микрорайоне Хуайюань – самого лучшего жилья, построенного в Тяньцзине. Квартиры в этих домах он выделил для сотрудников среднего звена. Когда им выдавали ключи от квартир, люди плакали от счастья и благодарили человека, отвечавшего за свои слова, душевного и справедливого, за которым стоит следовать. До сих пор в музее Тяньши выставлена маленькая красная машинка марки «Ксиали» с номером А85003. Она безмолвно рассказывает всем тяньшистам о пережитых временах и своим существованием подтверждает, что именно благодаря порядочности и упорству шаг за шагом Тяньши из мелкого бизнеса превращалась в великое дело. Это свидетельство непрерывного роста компании.